всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот сегодня у меня будет продолжение очередного урока по вязанию мушек но и в этом видео сегодня мы попытаемся рассмотреть как формируется даппинговая нить какими даппинговые нити бывают для чего это нужно эти разновидности нити и да и как вяжется оконечный узел мушки да вот ну вот сегодня я взял вот такой крючок гамакасу с прямым цевьем вот думаю что на нем будет более менее все это дело проще смотреться вот так вот и вот мы сегодня попытаемся все это не спеша разобрать что всем все было ясно и понятно давайте начнем как завязать примеру узел до на мушки вот есть такой инструмент узловяз вот выглядят они разными видами можно это сделать и пальцами и руками и как угодно показывать я все варианты на всех возможных существующих природе узловяз ах я не буду я рекомендую от меня лично вот такой вот простой узловяз он самый такой доступный и самый легкоприменимый и всех остальных вот по крайней мере мне так показалось потому что я вот видео снимал показывал что это не единственный мой инструмент у меня много всякого инструмента было моей жизни но вот я остановился вот на таком вот типе вот давайте посмотрим как это выглядит крепим нашу монтажную нить легко и непринужденно вот у самой головки даже не буду вязать вот наверно так от маленькой тисочки развернем и покажем вот узловяз и узлы я почему-то научился вязать не так как это все было показано в литературе вот я когда видео раньше снимал увидели что началось и у меня с книжки на холостовые мушки автора шишкина ну там показывал совсем по-другому узловязом как вязать узлы но у меня вот я научился почему-то нестандартно все наоборот ну и соответственно вам я буду показывать как я научился многие сейчас могут сказать это все не так это неправильно но я вижу как мне удобно главное чтоб на выхлопе или на выходе был хороший надежный узел также и как бы сказать я еще раз говорю все что связано с мухомизанием это творческая работа и как вы научитесь и вот как именно вам будет удобно если это удобно у вас будет получаться и будет оно надежно то делайте конечно как это вам будет удобно берется узловяз сейчас затяну покрепче тисочки оттягиваться монтажная нить узловяз ложится ровно вдоль нити видите вот так вот накладывается сюда вот отводится нить вот таким вот образом дальше он вот так вот переворачиваться вдоль вернее нить восстановится параллельно цевью крючка видите и начинается вот такие вот вот обороты сколько нужно сделать это оборотов это все зависит от того какую в муху будете вязать какого диаметра и это ушины будет формирование ваша головка да как это будет происходить дальше это отвожу вот так вот дальше автор снимает вернее как бы рекомендует снимать вот сашему как бы сказать вот это вот часть до крючочка с нитки я снимаю почему-то вот эту подпружиненную вот видите она подпружинена удобная его нажал она соскочила и дальше я вот это дело все затягиваю видите затянул вот он получился вот такой вот узел на других узловязов тоже там а то вот с этой части ниточку скидывать финальном до конце я вот скидываю с этого с подпружиненной части потому что она почему-то удобнее она разгибается я ее раз так разогнул скинул можете на эту сторону перевести на эту на какую угодно вот чтобы закрепить еще раз мои рекомендации главное всегда давать натяжку вот эта лапка она не зря подпружинена да вот этим местом чтобы ничего не соскочила потому что если не будете давать натяжку то он у вас будет постоянно слетать вот еще раз покажу делайте натяжку чтобы лапка отогнулась разворачиваете параллельной цевья и дальше наматываете до тех пор видите лапка она сама стягивается стягивается видите по мере намотки длина лески уменьшен вернее дин длина нитки уменьшается и лапка сама ее туда тянет видите дальше просто ту лапку скидываю держу натяжку обязательно натягиваю вот все вот такой получается узел вязать это можно и руками те же самые действия накидывать видите как бы сказать вот примеру да все это получается то же самое руками но я руками не накидываю как бы сказать смысл вот эти вот понты на видео показывать я считаю это понты от когда вяжут эти мушки и чисто это понты не более того точно и искусно это можно сделать только с помощью инструмента вот можно еще раз закрепить показать еще более наглядно вот он как легко все делается можно этих тут узлов навязать сколько вам душе угодно уже показываю медленнее думаю более чем достаточно все на видео это дело могут затормозить и посмотрите более досконально все это разобрать вот таким образом вяжется узел если еще такое понятие как полу узел но сейчас мы его не будем рассматривать ну и применение этого полу узла но на мой взгляд применяется только в определенных моментах очень сложных вязания например в основном для вязания сухих мушек ну и можно даже в принципе без него обойтись то есть без полу без полу узлов то есть это не обязательный неотъемлемым не является обязательным неотъемлемым элементом в мушках полу узел это такой промежуточный вариант но давайте рассмотрим даппинговые нити какими у какого вида не бывает и как это все выглядит как они формируются ну и для интереса мы уже нитку отгоним ближе к изгибу крючка сюда чтобы хотя бы посмотреть вот так вот даппинговая нить бывает одинарная вот такой простой нити можно сделать даппинговую нить некоторые это дело покрывает нитку ваксой вот так вот да мажут я вам скажу вот так вот тот этого не мажет я скажу вам по большому счету вот это мазание ваксой это тоже не более чем понты я когда вижу мушки я воском как бы сказать ваксой воском никогда не мажу нить я прямо на сухую нить беру и накручиваю вот берется допинг допинг я вам показывал как делать это самодельный допинг тут секрет в чем главное что вот равномерными вот такими порциями равномерно доносить эту нить что для чего то нужно я вот вам покажу чтобы толщина вот этого допинга видите скрученного она была одинаковая не больше не меньше но вот это к вам придет именно с опытом понимаете чтобы толщина этой нити было одинаково это нужно только вязать и пробовать и дальше ее как бы формировать тоже нужно видите я ее продлеваю дальше и по всей длине да видите что у меня у меня не больше нитуша как заводская идеально выглядит одинаковой толщины да вот главное научиться вот так это делать вот мы сейчас мы попытаемся как бы вот что я намотал сформировать тело мушки вот видите вот получается у нас вот такое вот тело мушки видите это вот самая простая допингова нить она одинарная но у нее есть свой недостаток она имеет свойство быстро пушиться ну и как бы разлетаться до в воде то есть быстро эти волокна со одинарной нитки слетают до допинга они распушиваются если вам нужно то сделать попрочнее с такой одинарной нити то я потом от рукой уже вот видите беру саму допингую нить рукой еще скручиваю сильнее видите и уже более сильнее скрученную я намотаю тогда будет чуть-чуть поплотнее вот но это вот все не более того что можно сделать из одинарной допинговой нити не знаю как вам сейчас тут будет видно не видно также допингова нить у нас бывают двойная сейчас я вам покажу что такое двойная допинговая нить это сейчас быстро размотая в одинарную часа и уберу и очень легко даже убрать если вы где-то не что-то нам а не так правильно намотали можете ее раскрутить и очень быстро таким способом ее безболезненно вот все разобрать бывает двойная допинговая нить она вяжется скручиваться с помощью вот такого инструмента называется он скручиватель вот мы делаем так вот захлестываем нити делаем две вот таких вот ниточки здесь мы соответственно закрепляем с таким вот способом наезда с этой стороны фиксируем не чуть-чуть наезжаем сегодня зафиксировали допингу двойную что здесь делается вот между двумя этими теперь нитками до которые мы сделали мы будем закладывать правильно угадали все догадались будем закладывать допинг вот здесь это же самый главный секрет наложить ровными порциями равномерными чтобы при скручивании нитки не было бы больше или меньшего диаметра потом при скручивании нити вот если делать таким образом до пинговую нить она как бы будет более пушистой но и свет соответственно более надежный то есть допинг из нее будет уже плохо вылетать да и муха будет более надежный в процессе ловли и дальше мы вот это таким образом скручивателем вот ну скручиваем видите вот так вот если где-то мы видим больше меньше можно вот так вот чуть чуть распределить вот мы скручиваем до такой степени консистенции до какой нам нужно если где-то больше меньше можно вот так вот чуть-чуть выдрать лишнее да где побольше на то есть и сформировать ее более менее ровно то есть но у меня уже опыт видите она получается как заводская идеально идеального сечения это тоже к вам придется с опытом дальше мы скрутили и можете также вот потом формировать тело этой мушки можете наматывать вместе с накручивателем до вертся скручивателем инструментом можете для этого есть другие инструменты я могу вот например уже до пингу нить с этого инструмента снега которым скручивать а просто и вот-вот видите так вот зацепить уже принципе имеют уже могу скрутить видите вот так вот им я уже наматываю тело нашей мушки ну не подумайте мушку мы еще не вяжем это я вам просто только для образца показываю как это выглядит где-то мы намотаем больше если вам нужно утолшение где-то сделать да по крючку специально здесь видите намотал с этой части побольше да якобы грудка уже есть как бы тело она потонше да то есть это можно все от вашего вкуса и желания и творчество сделать как угодно вот таким вот образом это выглядит в принципе если сейчас это все завязать узел и кидать воду эта конструкция уже будет ловить более чем именно на наших горных реках дальнего востока вот такой нехитрой мушки просто навязаны практически как бы сказать на голая цевь и крючка бывает более чем достаточно для ловли хариуса и линка в наших реках и реки у нас еще пока не совсем объединяли на дальнем востоке дальше вот мы можем закрепить эту дар пингую нить лишнее обрезать работая всегда лизия мне нравится более точно все можно и вот здесь а мод условно формируем как бы головку ну давайте ее закрепим завяжем узел вот как бы у нас вот недоделанная такая вот муха получилось в принципе вот она уже будет более чем ловить это я вам лично отвечаю вот из двойной допинговой нити получилось вот такое вот тело пушистая мушки это понятно что я только показал как это делается самой муха это еще не является но в принципе этого уже более чем достаточно до что рыба уже будет вот но это откликаться уже будет рыбачить вот сегодня мы рассмотрели как вязать узел и какие допинговые нити бывают и как они делаются вот всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч уважаемые